Всем привет! Сегодня мы снова в моем гараже. Хочу вкратце показать свой новый шлем и нацепим новую уточку на самокат. Шлем Roteish EVO купил за примерно 12 тысяч в магазине Кант. Такая вот коробочка. Посмотрим, что внутри. Внутри мы имеем бумажки, инструкцию. Непонятно, для чего она нужна, конечно же. Вот такие здесь сертификаты. Кому интересно, ставьте на паузу и смотрите. По самой каске, почему она мне понравилась, почему я решил взять именно ее. Все достаточно просто. У меня есть мотошлем Scorpion ExoTech, но он тяжелый, модуляр, под полтора килограмма весом. И для спокойного тротуаринга он не подходит, поскольку немного избыточен, тяжелый. Ну и люди воспринимают себя на тротуаре как мотоциклиста. Порой не всегда, наверное, адекватно. Этот шлем распознается однозначно как велосипедный, но при этом защищает получше, чем обычные велошлемы за счет вот этого вот пушка. Сейчас я его надену и посмотрим, как он сидит. Да, кстати, внутри съемная подкладка с трех сторон регулировки колесиком. Козырек, к сожалению, не съемный. Вот как он выглядит на мне. Как видим, для дужки очков есть большое пространство, поэтому он подходит тем, кто носит очки, в том числе можно одевать каким-нибудь велосипедные очки, чисто для защиты при езде от камня, песка и прочего. Немножко отрегулирую. Затянулся, сидит как литой, застежка-трещотка. Вот ушная защита сидит, в принципе, нормально, уху не мешает. Ну, конечно, нужно подбирать под размер. В принципе, для движения с около велосипедными скоростями по тротуару, думаю, будет более чем достаточно. Итак, теперь перейдем к установке утки. Сперва начнем с краткой вставочки о том, как я, собственно говоря, эту утку собирал. Ну что, друзья, приступаем к сборке наших сегодняшних уточек. Комплектация утки. Сама утка. Так, из нее что-то вывалилось. Это у нас фонарик, шлем, очки с цепочкой, наклейка. Пропеллер. Крепление на руль. У шлема есть защелка, почти как на настоящем шлеме. Берем клей, попробуем приклеить очки. Вот, приклеил. Все на месте. По пропеллеру, ну, на самом деле, если ставить его на и успеть электросамокат, то зачастую сам пропеллер откручивается. Ну что ж, наша утка готова. Можно ее ставить на наш самокат. Итак, собранные утки прибыли в мой гараж. Эту я оставляю про запас. Эту попробуем прикрепить. Но, конечно, надо подумать, куда ее присобачить, потому что места на руле катастрофически мало. Блин, столько пыли. Придется потом хорошенько все это дело чистить. Наверное, можно попробовать воткнуть ее вот сюда. Итак, ну что ж, уточка установлена. Вроде даже не особо трясется. Вот. Еще из важного нюанса. У прошлой утки у меня от вибрации отклеился вот этот штырек. Чувствует, будут проблемы достаточно часто, поэтому я его вот в этом месте проклеил клей-моментом и более крепко прикрутил плоскогубцами. Думаю, от тряски и вибрации в этот раз уже не отклеится. Вот такая утка. Сейчас еще покажу дальний план. Вот так оно смотрится издали. Мелочи, но мне в принципе нравится. Немножко украшает вид вот этого страшного электрокрокодила. На этом все. Всем пока. До новых встреч.